Руководство четырёх поселений работает в тесном взаимодействии, а такие еженедельные совещания помогают определить единую стратегию и тактику развития района. В этот раз начали с обсуждения финансовых вопросов, в частности, переходы на так называемые эффективные контракты. «За счёт бюджета платится основная заработная плата, а все стимулирующие выплаты должны быть за счёт оптимизации расходов по предприятию или по учреждению, или за счёт платных услуг, которые зарабатывает это учреждение. Это повышает и стимулирует, должно стимулировать сотрудников на более эффективный и более интенсивный труд». Расширение сети многофункциональных центров – это следующий вопрос повестки дня. Первый открылся совсем недавно. Теперь необходимо создать учреждение одного окна в удалённых уголках района. В Павшинской пойме уже начали подбор помещения, которое будет соответствовать всем необходимым требованиям. «Цель основная – это добиться, приблизить услугу ближе к населению, чтобы население не тратило время в очередях, в учреждениях, где оформляются все документы, а могло сдать документы практически в микрорайонах». Также главы поселений затронули ряд вопросов, касающихся введения в Московской области единого платёжного документа. Обсудили изменения законодательства в части муниципальных заказов. Посовещались о том, как снизить задолженности за коммунальные услуги. И наметили планы по дальнейшему благоустройству территории района. «Следующий этап – это покраска. Покраска и бордюрного камня, и разметка, и покраска парапетов, которых у нас достаточно много. Не просто покраска, а рихтовка их. То есть там, где машины аварии какие-то совершали. Сломанные парапеты есть. То есть вот это вот идёт столбы, покраска столбов уличного освещения». В наведение чистоты весомый вклад вносят и сами жители, отметили на совещании. Например, выходя на субботники и убирая мусор в лесных массивах. Но тем не менее, работа ещё не початый край, напомнил глава.